Приветствую вас. Мило, я, честно говоря, не очень понял направленность вашего текста. То есть, как бы, становится страшно вы говорите, что у вас такая же ситуация, как у Марии. Марии это кто, я посмотрел, не нашел никого поблизости, ситуации как у вас, но тем не менее. Далее вы описываете, созависимые отношения, вы описываете отношения, ну вот классических, классических такие, прям созависимые отношения. Вот и, собственно говоря, важно понимать, что дело здесь не в том, что ваш муж там болен. И дело не в том, что сколько нужно терпеть, гораздо проще. Дело в том, что в момент, когда человек, условно говоря, начал вести себя так, как он ведет себя сейчас, вы не ушли. Я не говорю, что вы прям, знаете, должны, нет, но вы не ушли. И ситуация заключается в том, что вы тоже созависимые, прямо созависимые, муж. И если вы созависимые, так же как ваш муж, то именно вам в первую очередь нужна терапия. Терапия для созависимости, чтобы выстроить личную границу с мужем, чтобы начать двигаться в сторону обеспечения независимости. От него, чтобы повышать свою уверенность и самооценку. Вот. Собственно, это очень важно, потому что сейчас, то нормально, довольно, довольно страх одиночества. Вы очень сильно, на мой взгляд, боитесь остаться одна. Вот. И это не просто так. Понимаете? Не просто так вы боитесь остаться одна. Ну, не справится там, и так далее. Вы говорите, что я знаю, что любое ответство любви не повод для развода. Ну, для кого как? Для кого-то это может быть по-доразводу. Я бы сказал здесь, наверное, таким вот образом. Что это для вас? Что для вас это? Отсутствие любви. Вот вы сами. Отсутствие любви. Как вы понимаете? Именно вы сами. Каким образом? Вот. Как вы видите? Отсутствие любви. Для себя. Так вот это и является тем, чем это является. Вот. А так, ну, то что вы пытаетесь, пытаетесь, подогнать себя под какие-то стереотипы, хотя вам это, ну, для вас это, вероятно, не подходит. Выглядит это странно. Вот. Мне окажется, что если бы вы были бы уверены в том, что для сохранения семьи необязательно наличие любви, мне кажется, что если бы вы были в этом уверены, вы бы не обратились бы к нам. Да? Если бы не написали бы на наш сайт. С другой стороны, у меня нет ощущения, что вы готовы что-то делать. У меня нет ощущения, что вы готовы в своей жизни что-то менять. Поэтому здесь не всё. Вот так однозначно. Дело то, дело то, что человек созависимый, он находится во власти. У меня есть достаточно серьезных тенденций, к сожалению. Эти тенденции, они, с одной стороны, связаны с постоянным принуждением. С другой стороны, связаны с наказанием. То есть у человека есть ощущение, что, ну, как-то вот он себя наказывает, как-то вот он себя, ну, что-нибудь достойно, достойно нету и так далее. То есть вот, ну, вы же понимаете, такое вот отношение к себе со стороны мужик. Вот. И вот это вот, вместо тем, да, невозможность уйти, невозможность избавиться от этого, потому что всегда, ну, всегда, по есть какие-то, есть какие-то причины, есть какие-то всегда основания для того, чтобы оставаться в этом. Хотя вроде бы не нравится, хотя вроде бы тяжело, хотя вроде бы всё очень болезненно. Но человек всё равно остаётся, как бы, вот, ну, в отношениях и, потому что боится. Лучше я буду так худо-бедно существовать, чем я буду по-другому и буду иметь возможность себя потерять. Ну, это объясняется многими моментами, да, это объясняется, например, тем, что дети, там, что-то ещё ещё, ну, как бы, может быть, но при этом вы сами говорите про то, что дети, они, как бы, вот, впитывают эту модель поведения, ну, вот, в смысле, в смысле, ну, перенимают, да, модель поведения. И вы правы, это действительно так. И если вы боитесь уйти только из-за детей, да, то вам нужно решить для себя, что, что важнее. Дети обязаться, ну, счастливой, ну, в счастливой атмосфере относительно. Или дети с отцом, ну, постоянные ссоры, постоянные скандалы, постоянные крики, постоянные конфликты и так далее. Это вам нужно решить. И вот как раз они такие, с решениями, с решениями, с решениями важных моментов, с решениями важных вопросов, что, вероятно, из всего, у вас есть трудности. Вот. Я так думал. Я не уверен. Я так думал. Я боюсь, боюсь принять решения. Почему я боюсь принять решения? Ну, ответ достаточно прост. Я боюсь послыть. Я хочу, чтобы этих самых, вот, последствий не было. Я хочу, чтобы, ну, чтобы быть, вот, как-то, наверняка, наверняка, может быть, уверенным. Уверенным, да, в том, что мое решение правильное. Вот. Если разрывозить по поводу неверного решения. Это требование, в какой-то степени, от себя требование того, чтобы решение тогда было идеально, в решениях тогда было правильным. И, ну, может быть, может быть, может быть, может быть, осознавание того, факт, что решение никогда не бывает правильным. Решение никогда не бывает, не бывает верным. И, как бы, из-за этого, из-за этого я ощущаю свое несовершенство. Например, что, собственно, и делает возможным такие отношения с человеком. Вот. То есть, тут, как бы, ну, цепочка. Цепочка, она достаточно, так, четко прогладывается, эта цепочка. Вот. И, соответственно, если обратно, то нужно, вот, в первую очередь, работать над тем, чтобы, ага, ну, чтобы признать свое несовершенство без какого-то принижения, наверное, без каких-то обоцениваний себя, наверное. Понимаете? Э-э-э, вот это то, на что я хотел бы обратить больше внимание. Сейчас. Ну, вот. На этом, в принципе, можно, наверное, закончить уже мою дверь. Ага. Подумайте над тем, какой заброс вы хотели бы озвучить, над чем вы хотели бы поработать с психологом. Вот. Что хотели бы обсудить. И изучите, пожалуйста, психологическую игру «Тупик». Оно так и называется. Тупик. Некоторым, некоторым людям, крайне важно находиться в тупике. Некоторым людям необходимо находиться в тупике. только так, а только так, находясь в тупике, люди могут, ну, на что-то рассчитывать, по их мнению. Вот. На этом все, в принципе. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! Удачи! Какия're.